Минуты молчания по всему миру, подсвеченные в цвета британского флага здания, приспущенные флаги, Европа скорбит по погибшим в лондонском теракте, а европейские политики солидарно реагируют на критику американского президента Дональда Трампа в адрес мэра Лондона. О чем мы речь, подробнее расспросим у нашего европейского корреспондента Елены Абрамович. Лена, здравствуй. Так что такого сказал Трамп, расскажи. Субтитры создавал DimaTorzok Соболезную и позже приеду лично в Лондон, чтобы выразить солидарность с британским народом и руководством страны. Сочувствую также французским семьям, которые опечалены этим трагическим нападением. Мы хотели бы выразить наши соболезнования и заявить о солидарности тунисского правительства не только с Великобританией, но и с Францией, поскольку в лондонской атаке есть и французские жертвы. Минуты молчания прошли во многих городах. В Испании в полдень, почтить память жертв, вышли премьер и депутаты парламента. А британский принц Гарри, который сегодня в Сингапуре, играет в поло, запросил минуту молчания перед матчем. Отреагировали и в далекой Австралии. Премьер-министр страны высказал соболезнования и назвал террористов трусами. Эти преступники это террористы, трусы. Нет ничего героического в том, что они сделали. Так поступают сумасшедшие трусливые преступники. А вот из США прилетела критика. Американский президент традиционно через твиттер осудил мэра Лондона. Дональд Трамп отреагировал на объявление Садикахана, что количество полиции на улицах города увеличат. Поэтому жителям и туристам нет оснований беспокоиться. По меньшей мере 7 погибших и 48 раненых в результате теракта. А мэр Лондона заявляет, что нет оснований беспокоиться. Такая неполиткорректность удивила европейцев вслед за взвешенными словами поддержки и сочувствия британцам. От топ-лидеров ЕС, немецкого канцлера Ангелы Меркель, французского президента Эммунаэля Макрона, президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Появилась и критика в сторону Трампа. Советник в Еврокомиссии Симон Аконнер написал. Представьте, что премьер Лондона раскритиковал бы мэра Нью-Йорка после теракта 11 сентября. А экс-посол Великобритании в США Кристофер Мэйер не подбирал слов. Написал, цитирую, позвольте быть дипломатичным. Меня тошнит от Трампа. Коллега. Спасибо, Лена. Елена Абрамович, о реакции Европы на теракт в Лондоне. Спасибо.